Сегодня съездил в веломастерскую, но об этом чуть-чуть попозже расскажу поподробнее. И зашел в магазин, купил лепешка вот такая вот, 35 рублей стоит с кунжутом, тандырная лепеха, попробуем обязательно на мукбанге. И еще я купил лаваш, тоже что-то там 35 рублей, 400 граммовый лаваш и 300 граммовая тандырная лепешка, подгоревшая немножко. Ну и еще будем сегодня хамать сардельки, омский бекон, сделаны в Сибири шпикачки вареные чешские, а в составе что у нас? В составе кирогаз, свинина, мясо, свинина, потом вода, мясо куриных жоп, механической обвалки, шпик, картофельный крахмал, соль, молоко, суху, уй, опять хренся, ладно, короче. Взял 930 грамм в упаковке, вот они, и стоило это 300 рублей, около того, 300, 290 или так? В общем, ну, грубо говоря, о, что это за черт? А, это веревочка, веревочка, нитка. Блин, мне показалось, чирок какой-то, фу, это нитка. Ах, блин, ё-моё, ребят, запорол сосиски немножко, лопнули они, когда варились, пошел футболку одевать, чуть-чуть не уследил и прихожу, они уже разварились. Ну, ладно, что теперь? Давайте мукбанг расскажу, как у меня день там сегодня идет, что я делал, чем занимался. Так, лаваш. Не хочу опять говниться. Прям совсем не самый лучший лаваш, который я пробовал, совсем не самый лучший. Лепеха тандырная. Ну, скорее всего, то же самое, что и лаваш, только что с конкуртом. Да, это одно и то же, и разницы вообще никакой нет. Оно похоже на тандырную. Ладно, разницы вообще нет. Будем есть лаваш тогда. И сардельки. С горшицей. Нахрена чем сюда? И кетчуп хаймс попробуем сардельками. Не люблю с чем-то кетчуп, но... У меня еще салат есть. Блин, это такие сардельки, у которых кожура не жуется. Ну, типа это натуральная кожура, но она не прожевывается. Салат есть, я вчера еще салат делал. Здесь морковка, капуста. И растительное масло, и горчица, ну, для заправки. И соль, и сахар, и... И все. Салат вкусно. А если бы не разварились, ооо, что вкуснее было бы. Сегодня езду к мастеру в Теал Спорт, к механику, который обслуживает велосипедный. Смотрел ассортимент, который в Теал Спорт не появился. Какие у них велосипеды новые. Нифига. Как раз, когда уходил из магазина уже, партию новых велосипедов привезли. Но там, говорят, ничего интересного не будет в этой партии. Вот поэтому... Даже не стал интересоваться еще раз. Мы сказали, да, ничего хорошего. А к себе. Не знаю, что они... Ну, гравийники какие-то привезли, еще что-то. Ну, такое... Не брендовое. Ни каратеки, ни канондейлы. Так. Шляпа. Ну, а ухтипы всякие. Горчище-то хорошее. Махеев. Вопрос. Почему Махеев умеет делать нормальную горчицу, но не умеет в нормальный кетчуп? Почему? Неизвестно. Поговорили с мастером-механиком. Цепь как раз ему отвозил. Заказал с Алиэкспресса цепь на велосипед. То я цепь за два сезона укатал, и то я не полные сезоны катал, потому что там... Новую цепь. 126 звеньев прислали. Надо было на 10 звеньев укоротить. На 12-ти скоростной у меня. На смещи. Цепь укоротила у меня. В общем, походил я по Триалспорту. Посмотрел, у них какие велосипеды в наличии. Ребята... Дорого. Потому что... Больше фирменного... Ничего не привозят. Ну, имея в виду из каких-то крупных брендов, типа знаменитых. Типа GD, Cannondale, опять же... Мангазей. Больше в Россию не возят, извините. Вот. А теперь возят... Ну, китайские вот эти ауклипы. Какие-то там джамисы начальные модели. Каратек завезли. Но очень дорого. Неплохие каратеки, но дорого. Слишком. По цене Канандеилу в каратеке завезли, понятно. Ну, а ну как бы, ну... Все-таки там разница есть. Ого, какой кусок жиа. В сардельке. Прям... Прям кусок жира прям... А. Посмотрел. И могу сказать так. Ребят, если хотите купить велосипед брендовый. Там, конечно, неебически высокие цены. Но покупайте. Покупайте, потому что они распродадут последние Канандеилы оставшиеся. Последние оставшиеся GD. В три дорогого то, что они сейчас есть. И все. Больше их не привезут. Соответственно, больше фирменный велик не купить. Нигде. Поэтому. Ну, я говорю про такие города, где нет каких-то других, типа, крупных магазинов. А только Трелоспорт, например. Я понимаю, кто живет в Питере, там, в Москве. И спорт этот. Велосклад есть. Там меридки неплохие продаются. По той же цене, по завышенной, конечно. Но там можно в любой момент их купить. Они там есть. А у Триала их вот только эти марки. GT, грубо говоря, Канандеил. Из брендовых. И там уже ничего не будет. Оставшиеся продадут. А оставшихся там ограниченное количество. Поэтому, если деньги есть, какие-то там, не ждите. Идите, берите сейчас велосипед. Потому что потом их просто не будет. Даже захотите купить в Три, дорогой, их просто не будет. Ну так. По поводу сарделек, я так скажу. Вкусные сардельки. Если бы не разварились, они бы, наверное, могли бы быть сочными. Но это так жирненькие. Я просал, потому что они разварились. Насчет кетчупа. Сарделька с кетчупом невкусно. Вот как я говорил, с кетчупом ничего невкусно, кроме яиц жареных. Вообще не заходит. С горчицей хорошо. С салатиком няком-няком. Вкусно-вкусно. Капуста закончилась. Несколько морковок еще есть. Можно просто делать морковку. Также с растительным маслом, с горчицей, с сахаром, с солью. Без капусты. На лук есть еще. На лук я не уложил салат. Потому что он тухлятиной воняет. Хлеб, знаете, что за лук такой? Ну... Думаю, что не вкусно? Я сардельку не взял. В рот не положил с сардельку. Думаю, что за лук такой? Каждый разъезжает, но каждый тухлятиной воняет. Как будто с помойки, знаете, вот такой лук. Наверное, в салат не стал ложить. Испортил только салат. Он только обжаривает сразу что-то лук. И у нас в Омске он мега дорогой был в этом году. Что-то там до 70 рублей за килограмм. Даже дороже. 74-76 он был за килограмм. Поднимался. Сейчас не знаю, почем. Не брал уже давно. У меня лежит этот затухлый лук. Это воняет. И же не первый раз в ленте идешь лук брать. У них, сука, вонючий лук постоянно какой-то. Я хер его знаю, с чем связано. Но его реально вот только на обжарку. В салат хочешь положить, он воняет. Сардельки вкусные. Но. Зимние сардельки. Не знаю, почему они называются чешские. Что у них чешского? Прикол в том, что рядом езжали точно такие же, только назывались сочные. От этой же фирмы все. Эти чешские, эти сочные. Ничем не следуя не отличаются. Только надпись на обратной стороне гласит. У чешских свинина на первом месте, на втором месте вода, на третьем мясо обвалки механических куриных жоп. А у сардельки сочных на первом месте мясо отвалки куриных механических жоп, потом идет вода, потом идет свинина. То есть просто местами переставлены. Сардельки одинаковые. Наверное. И дальше состав одинаковый. Куча химии там всяких. В составе может содержаться орех, молоко, говно, мед, гвозди и все такое. Но факт состав одинаковый. Просто первые три сточки местами переставлены. А те же самые абсолютно ингредиенты. Как легко, да? Из ничего сделать что-то. Ну, типа, назовем сардельки сочные. Так у них то же самое, что в чешских. Люди же скажут, херня. Ну, поверяйте местами. Я херею с этого зоопарка. Но при этом сочные, дороже на один рубль. Ну, и сейчас в магазинах, знаете, что стали писать. Вот тоже вывесело просто. Не знаю. В магазинах ведут себя как мрази. Покупательская способность в людей упала. И магазины такие. Люди стали экономить на еде. Стали меньше, меньше, меньше брать всякого. Только что крупу покупают до овощей. Надо что-то сделать. Потому что все дорого. И магазины стали писать цену за 100 грамм. И вроде уже не так дорого, кажется. Смотришь. Ну, что там, бля? Сардельки за 30 рублей. 100 грамм. Если написали 300 рублей за кило, то я говорю, ну-ну. Дороговато. Вот херово то, что хитрожопить начали. Раньше все с весом хитрожопили. Пачки килограммовые стали делать 900 граммовые. Потом 800 граммовые. Сейчас уже делают 700 граммовая пачка пельменей, надутая воздухом. По цене килограммовые. Я раньше килограмм столько стоил несколько месяцев назад пельменей. А сейчас 700 грамм пельменей. Пачка по размеру такая же, как килограммовая. Суки. Я уже не беру пельменей, поэтому обзоров на пельменей нет. Потому что покупать 700 грамм пельменей за цену килограммов пусть они нахер идут. Потому что пока мы покупаем, они будут продолжать повышать цены и уменьшать пачки. Поэтому лично я сделал свой выбор. Послал их нахер. Да. От этого у них ничего не изменится. У них в кармане от этого явно не убудет. Потому что, ну, я один такой. Ну, если таких, как я, будут сотни тысяч людей по стране, они охуенно ощутят на своей шкуре падение продаж. И если не конченные идиоты будут возвращать к прежним... Ну, вряд ли, конечно. Они почувствовали вкус халявы. Деньги из воздуха. То есть они продукта затрачивают нисколько. А цену накручивают огромную. Надувают пачки воздуха. Продают нам воздух. И обогащаются. Они почувствовали жажду наживы. Вот эта халява. И вряд ли будут восстанавливать прежние нормальные торговые ГОСТы. Ну, не ГОСТы, как называешь. Это как в видеокартах. Инвидия. Хуан охренел. Поначалу у него после майнинга продажа видеокарт просела. И все подумали во сейчас хуй лан ой хуан снизит цену на видеокарты. Как раньше было. До майнинга. Это же после майнинга поднялись цены. А хуан мы будем меньше производить но продавать будем по дорогой цене. Больше дешевых видеокарт не будет. Вот что он сказал. И люди опломались. Вот так. Все кто надеялся, что цены вернутся к адекватным отсосали Бибу. К сожалению, я в их числе. Хотел прикупить себя. Ну там 4070 TI 4080 что-то такое. Ну 4070 TI нет. 4080 наверное. но глядя на это цены 4080 это по цене велосипеда. Пошли они нахрен. Что косарей за видеокарту. Которая через 3 года уже ни хера тянуть не будет. До свидания. Буду все рассидеть на 37. 70. Блин, сарделька все портит эта шкура дорожевываемая. Раньше делали сардельки давно делали сардельки которые также шкура была из кишки. Ну там бараний какой не знаю. И она жевалась. Она долго жевалась но она жевалась. А это из кишки делается тоже. Но она ни хера не жуется. Может обработка кишки какая-то не такая. Может другого животного кишку берут. Неборальную охерную от какую. С горчицей переборщил. Ну типа вообще не лаваш. Я знаю с детства каким должен быть лаваш. Помню мы жили на улице 22 апреля так улица называется в Омске. Я был маленький совсем. Мне было там года 4. Я пошел на улицу ходил. Мама мне давала какие-то денежки. Чтобы я стоял в очереди и покупал лаваш. А у нас где-то хащибы в горе ну грузины скорее всего в подвале дома 5-этажного пекли лаваши. И их так охрененно пекли что народ со всей окрестностей приходил вот к этому подвальчику это было в конце 80-х не в конце середине это середине 80-х народ приходил подвальчику к этому со всех окрестностей домов и очередь выстраивалась до хрена с этими вкусными лавашами. Я 4-летний пиздюк шелкал семечки из кармана и стоял в очереди вместе со всеми за лавашом. Вот так. Поэтому я в детстве знаю каким вкусным должен быть лаваш он должен быть таким резиновым с дыркой посередине нет, не то совсем не то вообще не то а еще я знаю каким должны быть лепешки стандыра потому что когда-то я рассказывал работал на оттовке под мостом это у нас давным-давно была оттовка это фрукты овощи привозили всякие оптовики мы затаривались там я работал грузчиком в 17 лет 16 лет и по городу развозили овощи на своей точке там на работу в одну тетку и я знаю какие там должны быть лепешки потому что там я регулярно покупал лепешку какую-то тандырную ониFit или самсу ел или лепешка и вот лепешки плоские ну очень вкусные очень ароматные очень вкусные а от тандырной лепешки вообще нихера не тандырная нихера не лепешка то же самое лаваш так и невкусный но это и не лаваши опять я засрал все опять я все засрал и сардельки не такие и это не то, и это, и кетчуп. Ну, нет, кетчуп хороший. Ну, а что поделаешь? Просто я вспоминаю, было и вижу, как стало. Ну, я вам рассказываю. Все-таки демократия и вот эта вот нынешняя диктатура это плохо. Социализм это топчик был. Откровенно плохо не делали. А вот это откровенно плохо. Вот такой мой банк сегодня. Ставьте лайк. И пишите в комментах. Все пахалось. Смешно еще раз. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok